Девушки отдыхают Девушки отдыхают Благотворной средой для развития любых микробов Вот у меня была такая ситуация До микоза стопы не дошло Но я просто ледь не вбився Потому что стою на килимок После душа И после знувся И не знаю, какая сила меня врятовала Но если бы инстинкт самозбережения Скупился за рушникосушарку И лишь так я вцелил Да, хорошо, что все закончилось так благополучно И мы здесь все вместе собрались Для того, чтобы устроить настоящие испытания Вот этим пяти разнообразным ковриком для ванной Ведь совершенно понятно, что они могут Таить самые разные угрозы И будем проверять килимки за багатьма показниками И, наконец-то, визначим загальную шкалу Який из назначенных килимков Будет найбільш зручным И сегодня мы выбрали для нашей экспертизы Килимки для ванны Зроблены из бамбука, акрилу Микроволокна Из бавовны И из нового материала поливинилхлорид Такий яскравый, чудовый килимок Для того, чтобы не разгубиться в классификации Мы подготовили специальную табличку Где будем фиксировать Все результаты наших экспертиз Наших исследований А по каким критериям мы будем определять Качество и безопасность ковриков? Цех критерий будет несколько Мы будем тестовать килимки Ну, по-перше, за ценою Далее на здатность смоктувати вологу Потем здатность протистояти ковзанню В сухом и вологом состоянии И, наконец, здатность швидко высыхать За каждым параметром Мы выставляем оценки за 5-балльной шкалою И наприкінці програми Зробим загальный подсумок Отже, дочекайтеся А теперь переходим безпосередньо До переверки И я предлагаю вам обрати Ну, який килимок до души Хлопка, вы мне интересно У меня практически такой Прошу Я собі обираю бамбуковий На якому я ледь не вбився Чому причина зараз з'ясовуємо У меня дома тоже из микроволокна Но не такого красивого цвета Я вот думаю, что после передачи Я себе такого цвета найду А теперь у нас два вакантных місця Я прошу гостей надяных У кого дома ось такий акриловый килимок? Акриловый есть у кого-то? Прошу А у кого с поливинилхлориду? У вас Прошу Располагайтесь, здравствуйте Как вас зовут? Валентина Валентина, у вас вот такой вот точно коврик не похожий? Нет, такой коврик у моей соседки Ага, нравится ей? Ну да, она довольна И хотела бы проверить как раз его А как вас зовут? Наталья Наталья, очень приятно Вы довольны своим акриловым ковриком? Ну, в принципе, да Мягенький, хороший коврик А претензии какие-то есть к вашему коврику? Немножко скользит он дома у меня такой же, да И плохо впитывает воду То есть есть смысл проверить, да? И первая позиция – цена Например, мой бамбуковый Коштует в среднем Десь 85-90 гривен за один предмет А ваш акриловый сколько коштует, памятаете? Близько 100 Ну, это вы, мабуть, трешечки давно куповали Зараз инфляция На сегодняшний день Цена одного акрилового килимка Стартует от 120 гривен Из микроволокна килимочки Коштуют от 180 гривен Не дешевое удовольствие Так Ну, такой килимок, как у Надя Коштует в среднем 75-80 гривен И килимок, такой, как у Валентины Из поливенилхлориды Его вартость 60 гривен и далее Отже, с ценами разобрались И теперь мы переходим безпосередньо до экспериментов От я со своими коллегами Підготував ось такие скляночки У каждой 200 мл води Підфарбованою Ну, это для того, чтобы было очевидно И сейчас мы будем Змочивать свои килимочки Мы таким чином будем переверять Как всмоктуется волога Тобто пропускную здатность Потом через некоторый час Мы сясуем, как эта волога Випаровывается Швидкость выпаровывания Мы сясуем таким чином Насколько добре Кожен из наших килимков высыхает И каким чином мы это все будем робить Зараз побачим Суть эксперимента Мы выливаем на середину Кожного килимка Цю воду Скляночки Не расповсюдживаем его По площади килимочка Килимочка А лише по центру Поступово Поступово Потихоньку Вот как будто мы встали Посреди коврика И с нас стекает вода Да? Мы будем делать это все вместе По команде Кости Девчатка Перед тем, как мы выливаем воду Я вас прошу Максимально сконцентруватися И подивитися Мы же проводим эксперимент Охарактеризувати Как будет вести себя Кожен из килимков После того, как мы его замочим Как он будет впитывать? Отже Увага Раз Два Три Можем молиться Ой, у меня очень хорошо впитывают А у меня просто красиво Потому что оранжевая жидкость На оранжевом коврике А у меня очень красиво У меня самый ровненький У меня такое впечатление Наче это снимается Який из фильм жахов Почекаем хвилинку Нехай всмокчется Волога Я уже сразу скажу Что мой килимок Майже ничего не всмоктует Все разлилось в ризнобич Бамбук он и есть бамбук Это да Но все равно У меня такое впечатление Что мои коты тут побывали Перед тем, как замочить Эти килимки Я их заважил Звучайно, что каждый Мав ризную вагу Зараз я маю ваги Электронные Будем заваживать Килимки в вологом состоянии В сухом вигляді Бамбуковый килимок Важив 185 грамм Легенький Акриловый Наташин Килимок 560 грамм З микроволокна Оксани 255 грамм Надин Килимок 385 грамм И Валин З поливинилхлориду 260 грамм А теперь Я пропоную Усім Подняти Свои килимочки Подивиться Что там Под ними Робится Ой, у нас сухо У меня тоже сухо У меня лужа Как-то у меня лучше Ну, прошу прокомментировать Немножко стекает С моего коврика Конечно, не все впитала У меня очевидный результат Ничего не всмокчается Пропускная здатность 100% У меня все практически идеально А в хлопковый коврик для ванной Впиталась влага хорошо Что вполне естественно Но не так быстро Как в микрофибру Вот я наблюдала У Оксаны практически Раз и сразу В коврик впиталась влага Здесь это происходило постепенно Зато никаких влажных следов На полу в ванной Не осталось Валя, у вас? У меня, может, немножечко впиталось Но все остальное я вижу на полу Отже Первым сважу свой килимок С бамбука Зараз 225 Тобто на 40 граммов Ваще А остальные 180 граммов Жидкости на полу Килимок за крылу 720 граммов Идемо далее Килимок за микроволокна Но судя по отсутствию жидкости Коврик должен стать тяжелее На все 200 граммов 465 А ваще 255 Да Тобто майже вдвече Став Ващий Да 510 граммов 125 граммов воды В смоктав Цей килимок Это непогано И на черзе Поливинилхлорид Отже результат 285 граммов А в сухом Вигляді было 260 25 граммов Всего Все пропустило Що мы бачимо Да вон Растеклось Дякуємо нашим помічницям Наталя Валя Бережіть себе Будьте обережними С килимками А нам Оксаночка Надя Треба Трешечки Почекати Доки Ці килимки Висохнуть І потім Ми знову будемо Зважувати І порівнювати Дані килимки Ну що ж Друзья Давайте подведем Первые итоги І выставим Первые оценки Шкала у нас Пятибальна Нагадую Пятірку Де взагалі Немає нічого У мене Все всмоктує В себе Килимок З мікроволокна І він отримує Гарних П'ять балів Майже Все всмоктав І бавовняний Килимок Він на другому місці Четвірочка Трієчка Це акриловий Килимок Все ж таки Ледь-ледь Але він пропускає Вологу Ну а бамбук З поливінілхлоридом Я б їх поставил На останнє місце Тому що вони Пропустили майже Всю воду І відповідно Калюж багато Тобто ставимо їм По одиничці Костя А як ти планував Провіряти коврики На скольження Як то кажуть Звонок другу Я звернувся До свого товариша Тараса Шпіри Відомого винахідника І взагалі Дуже розумна людина І він підказав вихід Треба це все робити В басейні Зібрав своїх друзів Плавців Спортсменів І що з цього вийшло Які результати тесту Будь ласка Подивіться Щас, ребята, вам предстоит Участвовать в мероприятии Неординарном, но веселом Необходимо буде Расстелить коврик Сесть на него Пятой точкой Ну і по моей команде Значить скользить Кто быстрее доскользить До финишной линии Тот является Как бы победителем Я думаю, ви готовы Вижу, ви рады Этому мероприятию Расстилаємо коври Так, так, так Щоб все ровно було Ровно, ровно, ровно Присаживайтесь Посередине коврика садиться Руки за голову По свистку Начинаем двигаться Кто первый к финишу Тот и чемпион Итак, внимание Мы готовы А вы готовы? Такого пловцы Еще не делали Раз Два Не бояться Три Давайте, давайте, давайте Давайте, давайте Темп Так, первый есть Второй есть Третий Понятно Мужики, вам хоть понравилось? Я не знаю На самом деле Коврики не должны были скользить В этом их основная функция Мы можем составить наш рейтинг Начиная с пятого места То есть идем от худшего к лучшему Хлопок Ну, прекрасно прошли дистанцию Но это не очень хорошо в ванной комнате Это опасно На плитке пользоваться вот таким вот ковриком из хлопка На четвертом месте у нас коврик из бамбука Он также очень душевно скользит И мы не рекомендуем его для применения в ванной комнате Третье место Поливинилхлорид Скользит слегка, но тем не менее скользит И у нас есть два чемпиона, два победителя На первом месте у нас коврик из микроволокна И коврик из акрила В сухом состоянии не скользят Вообще Что мы сейчас и доказали Аплодисменты тебе, ребята Вы молодцы Друзья, сейчас у нас следующий эксперимент Он идентичен предыдущему Но в данном случае коврики мы будем мочить Сейчас выливаем вот такой вот ковшик воды на каждый из ковриков И начинаем эксперимент К эксперименту мы готовы Коврики мокрые Сейчас по команде Отмашки ковшиком И свистку мы начинаем соревнование Но перед этим, ребята, присаживайтесь Готовы? Давай, ребята чемпион. Вы пришли первым, да еще и разделили его напополам. Сделали из одного коврика два. Пятое место, заслуженное. Вы лидер. Антилидер данного рейтинга. Хлопок. Как в сухом, так и в мокром состоянии. Лидирует и в данном случае занимает четвертое место. Мой друг поливинилхлорид. Заслуженное третье место. Скользим лучше в мокром состоянии, нежели сухом. После проведенных экспериментов явными лидерами являются акриловый коврик и коврик из микроволокна. Браво, браво, Тараса. Дякую за такие великие ситуации. Все очень наочно и понятно. Надейка, ну нам с тобой не посчастило. Я поняла теперь, как можно сесть на шпагат прямо в ванной. На мокрый бамбуковый коврик, стать двумя ногами, и он просто разрывается на две части. А в чем же секрет, что так столько стояли ось эти два, из микроволокна и акрилов? Можливо, мы это сейчас увидим? Потому что очевидно, тут есть какой-то защит, прогумлена какая-то основа, потому что она не даёт возможности сковзать. О, цубка стоит, а тут? И тут есть гумовая основа. И ещё одна строка в нашей таблице для оценки ковриков для ванной заполнена. Мы переходим, значит, к следующему эксперименту? Ну, для того, чтобы получить уже окончательные итоги, нам нужно будет подождать ещё 55 минут. Для того, чтобы проверить, насколько быстро и качественно высыхают коврики для ванной? Да. А потом снова будем всё вважать. А почему это так важно, Оксан? Влажная среда в тёплом месте – это уже идеальная среда для развития любых микроорганизмов. Любая микротравма на стопе, она уже может быть инфицирована, неизвестно чем. Начинается просто микоз стоп, то есть начинает облазить кожа на ногах, появляется неприятный запах, появляется воспаление. Потом эта инфекция может перейти на ноготь. Если там ещё бактериальная инфекция, начинается паранихий, вплоть до гнойных воспалений может быть. Поэтому это очень важно с точки зрения гигиены оценить наши коврики. То есть, если коврик быстро высыхает, значит, меньше шансов у вредных микроорганизмов там завестись, правильно? И у вредных, и у невредных, у любых микроорганизмов меньше шансов. Прошло 55 минут, коврики достаточно высохли в одинаковых условиях, и теперь мы можем проверить, насколько хорошо высыхает коврик для ванной в зависимости от материала, из которого он сделан. Берём весе. Бремо. По порядку, да? Бамбук. Резницу фиксуем между влогим станом и таким, который немного высушился. 265 граммов. Так. Акриловый. 730 граммов. Килимок из микроволокна. 395 граммов. Это тяжеленький. Хлопок достаточно толстый слой, вряд ли он хорошо высох. 545 граммов. 545 граммов. И килимок из поли-винилхлориды. Мы видим, что результат 255 граммов. Таким чином робим попередние висновки, что килимок из бамбука, бавовны и акрилу, они не выпарывали себе воду, а наоборот смоктали. Особенно сильно бавовна и бамбук. Оксаночка, ваше резюме. Трудно логично. Два натуральных материала. Питывает постепенно, постепенно. Это как, например, размокает бумага. Сначала можно на лист бумаги вылить, сделать стаканчик и выпить. Оставьте воду в бумажном стаканчике, и он разбухнет. Точно так же наберет воду в себя. То же самое происходит с целлюлозой. То есть абсолютно все закономерно, все правильно. А с акрилом, я думаю, что просто там резиновая подложка, и он как губка. Но не в таком количестве. То есть получается, что натуральные материалы, такие как бамбук и хлопок, для коврика в ванной, фактически противопоказаны. Нежелательные. То есть у нас снова аутсайдеры остаются такими же бамбук и бавовна на остальном месте. Мы ставим им по одиночке. В том же уровне осталась вода в акриле. Мало выпаровывается. Двух можно поставить. Ну и лучше выпаровывается вода в поливинилхоридных килимках и микроволокно. То есть четверка поливинилхлорид и тверда пятерочка у нашего лидера килимка из микроволокна. Значит, очень важно не допустить размножения микрофлоры, которая впоследствии может навредить нашему организму. Да. Из-за коврика. Может быть, можно не только стирать его периодически, а еще как-то обрабатывать, Оксан? Ну, есть тысяча идеальных и простых методов. Во-первых, хорошо выкрутить. И повесить на солнышко, на балкон, и чтобы прямые солнечные лучи попадали. Не существует в природе практически таких микроорганизмов, на которые бы не действовали солнечные лучи. Дальше что можно сделать? Хозяйственное мыло. Причем 72% вот это черное, которое любили наши бабушки, на терочке натерли, сделали хорошую густую пену, замочили. Практически все микроорганизмы погибли, потому что большое содержание щелочи очень в этом мыле содержится. Еще один вариант, наоборот, от щелочи более кислую среду. Взять уксус, 100 миллилитров там на литр водички, и замочить в растворе уксуса. Тоже микроорганизмы, особенно болезнетворные, очень боятся кислой среды. Вот такие банальные, простые, доступные вещи помогут нам соблюдать гигиену ванной. Давайте подведем общие итоги для того, чтобы выяснить, какой коврик можно считать идеальным для ванной комнаты. На последнем месте, как это мне не гирко признаваться, но бамбуковый килимок. Помилився я, шановные друзья, буду делать висновки. На четвертом месте – это бавовненный килимок. На третьем месте – поливенилхлорид. На другом, по честному месте – килимок с акрилу. Непогано он себе рекомендувал. Ну, и все же таки, лидером залишается от первого и до последнего этапа нашего змагания – это килимок из микроволокна. И хотя у нас определился несомненный лидер, выбирать, конечно, вам. Пользуйтесь советами наших экспертов, и все будет хорошо. Спасибо, друзья, за эту встречу. Привіт! Я радий вас бачити тут, на Ютюбі. Если вам понравилось, то оставьте свой комментарий и делитесь этим в социальных мережах. А еще подписывайтесь, подписывайтесь. И вы первыми будете бачить новое відео шоу «Все будет добре». Субтитры создавал DimaTorzok